Восстановите разрушенную святыню. В республике Коми восстанавливают храм с более чем столетней историей. Церковь Вознесения Господней в селе Керас начали строить в 1913 году. В советские годы здание было поругано, но четыре года назад его передали Сыктывкарской епархии. И настоятель храма соседнего поселка Уриоль вместе с прихожанами решился возродить Дом Божий. Да, пройдет время, 10-20 лет, наши дети увидят. Волонтеры в храме работают на перспективу. Их не пугает, что в церкви вместо колокольного звона пока слышны только звуки строительных инструментов. На выходные в Керас приезжают волонтеры из Сыктывкара и близлежащих деревень. Субботник начался с того, что мы начали зачищать храм. Мы начали очищать от копоти, гари, поднимались на леса. Но в наших силах мы старались все это очистить, убрать. Всегда чувствуешь себя как-то благодатно, когда помогаешь храму, очищаешь, что-то делаешь. Потому что кто, если не мы, просто хотя бы на час, на два зашел, помог. Еще в начале 2000-х в здании располагался клуб. Звучала музыка, проходили дискотеки. Тут был клуб, и мы пытались тут молебны служить. Ну, так где-то 2-3 молебны нам удалось послужить. Но, конечно, против были некоторые люди, что мы тут в клубе, пытаемся служить молебны. А так, да, за последнее время у нас вот в Уриоле открылся молебный дом, иверская икона Божьей Матери. Потом вот здесь Вознесенский храм. Ну, трудно-то, начинать трудно. А потом уже как все само собой идет. Как и люди, и спонсоры появляются, и люди помогают. И вроде как какая-то невидимая сила помогает тоже. Вот это вот очень чувствуется. Ну, а знаете, как радостно, когда вот храм строишь, такая радость появляется душевная. И весь этот труд – это не только восстановительные работы, это возрождение духовной жизни. Приезжайте, это тут так хорошо, поработать, потрудиться. Слава Богу, слава Божью. Так что вот, слава Богу, что мы здесь. Мы очень рады вот Анатолием, товарищем, я его позвал тоже. На следующий раз мы, я думаю, что еще больше народу мы соберем, приедем. Мы уже Анатолием Сергеем договорились, что проведем тут крестный ход вокруг деревни. Возьмем звонницу, там, хоруги и по деревне, окропляя дома людей, будем идти по деревне людей будить. Воснесенскую церковь благочестивые жители села Керас начали строить накануне Первой мировой войны. В годы перед революцией здесь служил священник Орделеон Попов. Представители духовного сословия для новой власти стали врагами народа. Батюшку обвинили в контрреволюционной агитации. Из тюрьмы он уже не вернулся. Всего несколько лет в этих стенах звучала молитва. И сейчас главная задача – восстановить былую красоту. Я с радостью согласился, и мы приехали сюда. И, как говорится, батюшка Сергий сказал, фронт работы нам уделил. Убрать фундамент, очистить, чтобы он не разрушился до конца. И вот мы сегодня с Павлом начали эту трудовую деятельность. И как-то начали тяжело. И потом опять, как говорится, с Божьей помощью просили Господа. И Сергея Радонин сказал, помоги нам, чтобы мы это все время у нас мало. И мы начали с ним работать, и время пошло. И эту гору мы разобрали. И батюшка переоделся в рабочую одежду и трудится вместе с волонтерами. Именно окормляемая отцом Сергием община из поселка Урьоль и начала первое молебно в здании тогда еще клуба. Но позже службы запретили, и люди стали искать новое место для молитвы. И где-то через год наших служб, это храм, то есть клуб, который здесь был, он сгорел неожиданным образом. То есть, наверное, промыслом Божиим. И вскоре нам передали это помещение. И вот сгоревшее здание без пола и без крыши отдали верующим. Несмотря на то, что нет стабильной финансовой поддержки меценатов, за два года здесь появилась новая крыша из профнастила. За лето активисты успевают делать много. Вначале защищали здания от дождя и снега, а уже сейчас работают внутри. Также сделали пол, а значит сюда на соборную молитву могут прийти люди. Здесь стали проводиться первые службы. С миру по ниточке собираются деньги на пиломатериалы, на коровлю собрали. В прошлом году на потолок пиломатериалы собрали. Скорее всего, это не зря все делается. Надеемся, что люди потянутся в деревню. Постануем храм и люди потянутся. Эти строительные леса также сделал Алексей Королев вместе с друзьями. Забравшись на них, волонтеры убирают старую штукатурку. Работа тяжелая, но тяжести не замечаешь. Все-таки делаешь великое дело. Прихожане и добровольцы активно вносят пожертвования. Но и в материальных средствах, и в рабочих руках здесь нуждаются по-прежнему. И сейчас устанавливается потолок. Необходимо ставить окна. Окна, конечно, дорогие. Делает их один мастер потихоньку своими силами, но очень мало у него времени. То есть нужна, конечно, нам поддержка. Зимой планируют не останавливать ни работы, ни богослужения. А чтобы не мерзнуть, принесут печки. В дальнейшем здесь установят и иконостас. Если у вас есть возможность потрудиться во славу Божию и помочь материально, то подробную информацию вы можете найти в группе «Прихода Храма Вознесения Господня» села Керас в социальной сети ВКонтакте.